Продолжение следует... Ну и будем надеяться, что все-таки это никак не отразится на их игре, на успешности, и это не помешает им составить конкуренцию. Да, я смотрел первые две игры, они показывали хорошую игру Sound Horror. Посмотрим, что покажет MixCraft. И временем это идет, уже MixCraft забрали пистолетный раунд, хотя не было на живого. Возможно, какие-то проблемы. Надо подождать админа. Командов нет на уме не были, некоторую паузу. Да, что-то я как-то тоже, когда прожимал начало этой трансляции, переключение на игровую сцену, он как-то не заметил, что был нож. Ну да ладно, может быть так оно и должно быть, я даже не знаю. Как-то нож действительно был пропущен. Но, возможно, команда продолжит играть, что наиболее вероятно, потому что до админов, наверное, во вторник достучаться крайне тяжело на КСПЛе. Поэтому будем продолжать MixCraft. Все-таки взяли пистолеточку, Sound Horror будет отвечать ForceBuy, заходят уже через скрип и теряют там бомбу. Крайне неудачно для них, но OneTrick пробирается через мейн и здесь его встречает ZeroGamer, делает свой фраг. Ну и в меньшинстве остается Sound Horror. Здесь зажимают их со всех сторон, мы, по всей видимости, 2-0 мы с вами увидим, и Sound Horror отправится делать еще один экономический. Да, они проигрывают этот раунд. Они делали неполный ForceBuy, у них остаются деньги, возможно, они сейчас хотят зафорсить, у них есть 4-3 тысячи через два калаша. Ну, лучшее решение это сделать эко. Ну и MixCraft пока ведут 2-0, сейчас они скорее всего будут. Если делать эко-террористы, они будут выходить на 3-0. Дальше уже посмотрим. Ну, сейчас это будет какой-то вместе выход на мидл или сплита от команды Sound Horror. А у нас на миду будет играть у нас ZeroGamer. И тем временем террористы просто остаются ждать поджимов. Тим Янг убивает Супермена, тот ждал поджимы, но не смог перестрелять. И он давит дальше, просто с МП-9 продавил до Т-Респы уже. И сейчас будет давать инфу своим тиммейтам, что они стоят и просто ждут. Забирает второго, третьего, ну, просто с пистолетов их забирают и все. Они ничего не могут противопоставить им. Да, не слишком замысловатый раунд и все получается. Здесь у команды Silent Horror. В общем-то, так смотри. Вов-3, да, есть ФАМАС у Визарда, Красный Гиб, но есть шанс побороться на самом деле. Несмотря на то, что бомба потеряна. Нет, хорошая позиция. Деру свои слова обратно. Они даже не вышли вокруг. Ну, и последнего. Последнего забрали, 3-0. И сейчас будут террористы закупаться, посмотрим, что покажет нам Silent Horror за атаку. Ну, а тем временем у нас КТшники будут оставаться с ФАМАСами, с ЮМП, одна АМ-ка. Довольно такой слабенький бай. Возможно, где-то сыграть в агрессивную. А у террористов АВП и 4 калаша. 3-0. АВП на этот раз есть у стороны атаки. А вот у Микс Крафта не поменяли девайсы. Остались с фармганами. Это может сыграть над ними злую шутку. Однако подсадка идет. Тап-тап. Делает минус по Визарду. Неплохо срабатывает этот мув для команды Микс Крафт. И несмотря на то, что это, в общем-то, микс рандомных игроков на КСПЛ, они делают вот такие вот неплохие мувы, которые на КСПЛ не каждая, в общем-то, заранее собранная команда может показать. Что, в общем-то, неплохо. Граната должна достичь противника. Но нет, она все-таки оставляет ему 4 хеллс-поинта и гипт выживает. 5 в 4 ситуация. Суперман с ВП. И, в общем-то, бомба пока еще топчется под Аплантом. Выход будет не окончательный. Временем Хоррор забирает... О, Йегра забирает Синжера. Пим Янг забирает под мейном. И бомба падает. Скорее всего, это будет раунд за КТ. Остаются 2 в 4. Забирает еще одного Пим Янг. Отлично играет в него. И остается один соло. Йегра в беду. Скорее всего, из геймера сейчас его увидел. Он его заметил, но нет. Йегра перестреливает. Но ему было желательно уйти на сейв. Ему дадут всего лишь там 2 800 денег. Ему бы желательно засейвить. И попробовать отыграть следующий плаша. Хотя нет, он остается 1-2. Но в антап Элит забирает его. 4-0. Выходит Микскрафт. Показывает довольно такую слаженную игру. Хотя они играли в этом раунде с Юмпи, с двумя помасами и Мкой. В общем, такой себе бай был. А террористы вынуждены сейчас опять играть в форсбай. Ну знаешь, впервые за эти 3 игры сайлент-хорроры не начинают с раунда в свою пользу. И с какой-то доминацией на карте. В общем-то, Микскрафт начали 4-0. И сайлентом приходится играть в роли догоняющих. Но здесь всем скопом они решили навалиться на плент-бэй. И здесь просто в антап Элит делает минус 3. Только после этого удалось его каким-то образом разменять. Синьжора. Старая синьора. О, господи. Ничего себе никнеймы. Вот это, я понимаю, интеллектуальные никнеймы у команд. Ладно, Микскрафт забирает 5-й раунд для себя. И, в общем-то, ей будет бай у сайлентов. Но что-то, мне кажется, главное не просесть по морали после такого. Когда ты проиграл уже пистолетку, да еще и закупочный раунд после этого. И, мне кажется, вот именно этот раунд сейчас очень многое будет определять. Смогут ли сайлент-хоррор пытаться сравнять счет уже сейчас. Супермен делает опен-фраг. Пробираются в винты. Визард. Но здесь находит его старая синьора. И 4 в 4 ситуация. В общем-то, атака сайлент-хорров будет скапливаться под аплантом. Одного игрока опустили через Хайвы. И три игрока через Мэйн. Насколько быстро Микскрафт поймут, что происходит. Гип уже пробрался на машину. Однако в секрете никто не проверял сейчас Миньянка. Уже два минуса он сделал. По третьему может быть. Нет, не заходит. Супермен последний. Бомба до сих пор не стоит. И Супермен один в два. Тяжелейшая ситуация. Пимьянка в соло остался на апланту и затащил раунд из своей команды. Они террористы не прочекали его и он просто убил в бок двоих. Вот это называется отличный аки-мув от него. Но мне кажется, что Сайлент-хоррор не могут найти пока же свою игру. Они действуют несинхронно. Как-то выходит в разнобой. Пытаются найти какие-то экзот-фраги. Но микс-крафт на шаг впереди. Они всегда их опережают. И ведут уже 6-0. Сайлент-хоррор придет сейчас опять делать эко. Они не могут найти свою игру. Скорее всего, надо какой-то попробовать раунд под бэплантом. У них с пистолетами тогда получилось одного убить. Осталось одного пункту сдавить. Сейчас можно это сделать с девайсами. Возможно, тогда у них что-то получится. Да, благо есть еще деньги у Сайлент-хоррор. Но вот после этого проигранного раунда, боюсь, уже не останется ничего. Нужно брать это здесь и сейчас. Крайне тяжелая ситуация для Сайлентов. Выходит Митт Биезар. Добивается превосходства. Еще один минус от него. Это уже очень хорошее преимущество для Сайлент-хоррора, чтобы задавить числом команду Микс-крафт. На этом раунде стягивается под Аплент. Снова такая же расстановка. Гип пробирается в плент. Понимает, что здесь уже больше никого не может быть в Апленте. Где бы они ни прятались. Больше трех игроков. Вряд ли Эгра уже пускают его слишком далеко. Но это, кстати говоря, сыграло. Потому что старая сеньора никак не ожидала Эгра здесь на столь близкой агрессивной позиции. И здесь в Антап Элит остается последней. У него Кольт. И непонятно, чего он здесь ждет. Наверное, сразу понимает, что выгоднее, конечно, задуматься о Сэви. Да, вот это тот раунд, который мы ждали. Атака показала совместный выход на Аплент. Они хорошо засплетили, вышли. И 6-1, но при этом в Антап сейвят. У них у КТшников хорошая экономика. Они будут в следующий раунд делать бай. И мы уже увидим. Скорее всего, они попробуют как-то укрепить мидл, чтобы от мидла играть. Чтобы команда атаки не могла так просто на него выходить. Но все равно один раунд еще маловато. Атака на кэша довольно очень сильная, если вы играете командой и вы пытаетесь сплочиться. Играя, то есть, под Аплентом. А зная то, что Сайлент Хор это микс, им довольно тяжело играть на этой карте в атаке и выходить совместно выхода. Но вот у нас начинается восьмой раунд. И у нас идет двое игроков как раз-таки на мидл и один по дам. Они пытаются укрепить сразу прокид молотов на мейн. Да ладно, игроков подгорели. Слишком долго он понимал, что он все-таки здесь подгорает. Потерял очень много здоровья Супермен. Подразмен забирает старую сеньору. 4 в 4 ситуация, однако два игрока меньше, чем с половиной здоровья у Сайлент Хоррора. И будет им тяжело. Но, тем не менее, принимает решение выходить на бэп-лэнд. Ван Тапеллет здесь не палится до последнего. Супермена может здесь быть очень неприятно. Открывается Ван Тапеллет. Не проверяет Супермена до конца. Здесь по шагам он здесь понимает, что происходит. И спиной снова под него стоят все. Визор тем временем делает ответный минус. 3 в 3 ситуация. Два игрока по-прежнему красные. Ну и выбивание от Микскрафта, я думаю, не заставит себя долго ждать. Позиция довольно зажата у команды атаки. Сейчас их просто будут выбивать, получать отстреливать. Тем временем уже Бан Пьян забирает одного. Ван Тап забирает второго. Но Ди-Жи Пилл забирает за его. Но Пьян Пьян справляется. Интересная игра от Бин Пилла. Может ему просто скучно уже. И он начинает по своим стрелять. Бомбы успеет он раздефьюзить. 7-1. И команда атаки. Ресет сейчас. Хотя у них выживал в прошлом раунде более трех человек. У них будет деньги, чтобы забавить в следующем раунде. Ну да. Бомба стояла. Бомба стояла. Это главное. Даже АВП могут себе позволить спокойный Silent Horror. Но решаться или нет. Давай, ноуан Трик. Нет. Все-таки. Все-таки АК-47 последним девайсом залетает. 0-7, кстати говоря, счета ноуан Трик. Что-то у него пока что не заходит. Ни одного фрага за 8 раундов. Неубедительная игра от него. Но посмотрим, что будет дальше. Уже на мид. На поджим. Летят. Микс Крафт сгорает. Два игрока на подсадке. Миньян кидает четенький молотов. И просто два игрока. Как не бывало у Silent Horror. Мне кажется, вот такие вещи очень сильно бьют по морали. И не дают никак собраться. Потому что одно дело, когда ты в жесткой перестрелке потерял двух игроков. И в итоге проиграл раунд. А тут просто сгорели. Просто сгорели. Супермен работает до последнего. Забирает Миньянга на хайвее. Старая сеньора уже через поджим мидап. Пытается напрягать игрока на мейне. Ну и Супермен здесь, конечно, работает за всю команду. Но все-таки этого недостаточно. Стар. Тем временем уже 8-1. Они сделали свой последний бай. Сейчас им, скорее всего, придут сделать форс. Но вот это так. Вот эта защита Микс Крафта в миду. Они просто не дают им выйти. И команда так и не знает, что им делать. У них стоит двое игроков на бпунту. Двое в миду. А выходить А на мейн. При быстрой перетяжке с мида хайвее. Они пока что не знают, что им делать. Они делают еще форс бай. Но Трик закупается. Остальное дело Тека. По-моему, уже Сайлент Хоррофа тихонько входит Тильт. У них пошло какое-то разногласие в команде. Ну да, сложно нам, конечно, предполагать о таких вещах. Может быть, у них все нормально. Они, наоборот, собрались и просто не могут никак найти свою игру. Но вот по закупу, на самом деле, видно, что разногласия, как ни странно, имеются. Потому что АК-47 залетает от No One Trick, а причем остальные это 2К-форс. Да, ну вот они пытаются найти, это экзот фраги, но Zero Gamer отлично играет. Прочитал Визарда, и Digи Пилл запринимает мейн. Но One Trip видит Хевен, не забирает, а уходит назад. И зажато довольно играет команда атаки. Но, возможно, сейчас, если сыграет милл, Digи Пилл забирает еще прострелом. Да, тут уже что-то трудно сделать. 2 в 5 ситуация и 2 чешки на руках. Ну, такое ощущение, что, да, по стрельбе просто-напросто Микскрафт перестреливают в таких вот микро-моментах своего оппонентов. Ну, и крайне тяжело играть, когда твой соперник немножко превосходит тебя по стрельбе. Ну, и остается на последний Саундхоррор, его забирают. И уже 9-1, выходит вперед. Но сейчас Саундхоррор будет баить. И посмотрим, что они нам покажут. Надеюсь, они придумают какой-нибудь такой интеративный раунд, где им какую-нибудь фейк-расхитку. Пусть и 2 игроков под Б, может быть. Попробуют выйти на А. В милл у них очень трудно выходить, приходится выходить. Но он триг делает эко, а остальные бают. Скорее всего, а, он покупает дигл, скорее всего, пойдет фейковать либо под Б, либо под милл, найти голову. У нас 2 игроков остаются под Б и 2 в миллу. 1А. В общем, стандартный рассылок у Микскрафтов, у них все получается. Таким временем Визард открывается миду, Тирогеймик его забирает. Давит дальше, забирает калаш. Они очень жестко прессуют. Снова, зачем нужно было давить мид опять продолжать? Ну, один раз попробовали, не получилось. Зачем сделать это дальше? И вот как только Микскрафт понимает, что их не получилось продавить на миду, они сами продолжают давить эту точку и разваливают всю команду. Вот и пауза залетает от Саундхорров после такого неудачного раунда. Здесь опять нарвались на ошибку в продавливании мида. Да, по всей видимости, это 10-1. И пауза от Саундов. Нужно многое продумать, обговорить. Потому что летят, летят ребятки, летят с очень нехорошим счетом. Здесь за атаку нужно набирать как можно больше раундов. И 10 это уже нехороший звоночек при единичке у Саундхоррор. Да, ведь еще будет пистолетный раунд. Еще нужно будет выиграть его, чтобы давать полноценный камбэк. Но тем временем Суперман пытается засейвить ОП на следующий раунд. И от него уже отталкивается продумать что-нибудь. Но тем не менее, Зерогеймер читает его, выходит и забирает 10-1. Экономика у атаки довольно слабая. Они могут попробовать зафорсить. Но сейчас нужно что-то придумать в этой паузе. Как думаешь, что они пытаются сейчас сделать? Ну, во-первых, это 12-й раунд. Впереди еще 3 раунда. То есть за это время можно закупить... Ну, как минимум сейчас сделать эко до 2000. Потом девайсник. Затем снова экономический, если вдруг проиграют. И снова девайс. То есть, ну, как бы у них вполне получится сделать 2 девайсных раунда, если они сейчас возьмут экономику. Но я боюсь, они все-таки зафорсят. Ну, пока мы еще не видим, что они делают. Они, наверное, это еще обговаривают. Тем временем у нас игроки в защите будут играть 2 ВП. Почувствовали себе уверенность, почему бы и нет. И также у них имеется экономика по 14 тысяч, по 11. Отличная экономика. У них хватит, чтобы закупаться. Эгра покупает... Ух ты. Что-то странное происходит. Эгра покупает Диггл, отдает его тиммейту, и ему прилетает АК-47. При этом еще и с первым армором. Ух. Ух, я не понимаю эти игры с экономикой, серьезно. Нет, Супермены все-таки отлетают калаш. Еще на один калаш они накопили. Ух, да. Слушай, действительно, для такой закупки нужно ставить паузу. Вот реально. Если посмотреть по общей экономике, то они все оставили себе деньги до следующего раунда. А у Нон Трика только нет денег. Но у него калаш он будет пытаться открывать. Сейчас будет выходить, скорее всего, первый, давать какие-то киллы, а дальше играть уже от команды. 1-10 у Нон Трика. Ну, надеемся, мы справимся. Соберется. И сейчас покажет красивый Counter-Strike. Ведь никак-никак уже пора. Если не сейчас, то когда? Да, пора. 10-1. Доводить до последнего никак нельзя. И надеемся, что Нон Трика все-таки откроет. Залет на Деплэнд. Вторая Сеньора за Жи. Минус 2 от него. Нон Трика все-таки сделал опенс из ВОК-47. И он все еще... Нет, уже не живой. За роги Авермер делал по нему минус. Супермен подбирает у него АК-47. Мин-Янг прорывается через винты. И Супермена здесь спокойно закрывает. 11-1. Не сработало у Silent Horror. Но троих, однако, забрали. По-моему, сейчас чисто в экономической войне, конечно, Silent Horror выиграли. Да, они забрали пару игроков. Но старая Сеньора, это раунд посвящен ему. Отлично принял игроков. При том, что его тиммейт умер первым. Он остался один в четыре выходящих. И успел забрать троих. И дал время стянуть своим мейтам. Тем временем, Байо у атаки 2 ВП. Тап-тап уже забирает 1 ВП. Тем временем, в миду Визард забирает их Дианга. Второго забирает. Отличный играет Визарда. И вот собралась атака уже 4 в 2 ситуация. Остается 1 КД. Забирает его еще одного. Все. Б-план чисто. Можно заходить, ставить. И, скорее всего, Пиплу придется делать сейв. Хоть экономика у него хорошая, но у некоторых тиммейтов 600 и 200 баксов надо будет им делать сейв. Да, тем не менее. Ну, Пипл тут один может, на самом деле, организовать закупочный раунд для всей своей команды. Но, тем не менее, еще и у Антап Элита есть 10 тысяч долларов и 7 тысяч у Миньянга. Поэтому, мне кажется, здесь у Микскрафта хватит Байо до последнего прям. До конца первой половины точно. Да? Ну, да. Сейчас 13-й раунд. Как минимум на 2 раунда они закупятся спокойно, даже если будут проигрывать следующий. Так что все в порядке. У них с экономикой. Париться им не о чем. Ну, и здесь вопрос. Выживет ли Пипл? Наверное, интересует всех. Погибает Гип. И это, наверное, очень нехорошая смерть была. Потому что вы сами видите сейчас экономику. У Супермена им не хватит денег на полноценный бай. Ему дропают АВП. Ну, да. Все в порядке. Тут все в порядке. Тут были раздропы. Но у Антрик тоже закупится. И 11-2. Сайлент Хорроры все-таки немножко проснулись. Но посмотрим, сыграют ли они сейчас двумя авиками. Это уже серьезно. Атака потеряет мобильность. Учитывая, что 2 АВП на кэше. Если только на подсадке будут отыгрывать. Ну, как ты видишь, на меду вообще не подставляют. Сейчас Микскрафт, понимая, что это, скорее всего, АВП у их соперников. Миньянг выигрывает дуэль на скрипе. И это уже меньшинство для команды Сайлент Хоррора. Но Микскрафт идут в поджимы практически по всем направлениям. Микро выходит на мид, делает минус по зару геймеру. Погибает также Старая Синьора. Три в четыре ситуация. Эрго. Красный. И Плэн до сих пор ни в какой команды Сайлент Хоррор не зашла. На самом деле, Вантрик проиграл очень обидную дуэль. Там он не попал... Старая Синьора не попала, и то он был на свитче. Они могли оставаться в ситуации, выходить по данному выходу на АВП троем. А там один игрок, его видит, его забирают. Остаются 2 игрока под Аплантом. И, скорее всего, это опять 2 АВП будут сейвить. Ведь они очень немобильны при выбывании планта. Сейчас они будут сейвить, скорее всего. А Пим Янг уходит на винты. Я не вижу смысла сейвить, потому что у Пипла достаточно денег, чтобы раздропать на следующем раунде. Ну, как минимум, один АВП просто Мин Янг мог бы засейвить, а Пипл попытаться выбить девайсы. У них позиция очень невыгодная. Хотя Dead People забирает зигла уже. Можно попробовать, если Пим Янг сейчас убьет винты. Видит, замещает, убивает. Остаются 2 в 1. Господи, что они творят? Они остаются 2 в 1. И чекают планту человека. Его забирают. Нет. Он красный. Тут практически без шансов длезть для Агипа, потому что Пипл просто прорывается на него. Здесь вопрос только в том, успеет ли он раздепьюзит. Но Бомба не успевает и уходит сейвить. Еще и погибает. А, нет, смотрите-ка, выжил. Выжил. 27 хеллспоинтов. Успел завернуть за уголок и сохранил себе жизнь. АВП у него есть. Будет раздроп от него. Так что все в порядке здесь у Микскрафт с закупом. Но Саленд Хоррор своего добились. Они выиграли этот раунд. 11-3. И сейчас вот взять четверочку. И все будет не так уж и плохо для них. Ну, на самом деле, Микскрафт тоже сделали очень большой импакт. Они позабирали всех игроков. Сломали экономику. У некоторых даже нет раскидки. И у одного даже легкий арморт. Сейчас у нас будет дефолтный раунд. Тем временем, Визор забирает на миду Зерогеймера. И уже в большинстве команды атаки. Можно попробовать еще. Визор забирает еще и Пим Янга. Остается один игрок в Апленту. И сейчас его будут просто сплитить. Скорее всего, это еще один раунд для Саленд Хоррора. Но, возможно, Пипл застреляет. Примет в Саленд. Тем временем, Старая Сеньора забирает на миду игрока на хайвея. И у нас будет уже выход с мейна. Хоррор забирает Старая Сеньора. Пипл забирает одного в виде второго. Пипл промахивается ноуткопом. Его забирает. Ну, 3 в 1. Будет выбивание Аскара. Скорее всего, Саленд Хоррор заберет этот раунд. Включились. Включились. Вот выходят сплит-выходы. Что-то начало получаться у них. Ну, не слишком-то и вовремя на самом-то деле. Первая половина заканчивается. У них только сейчас началось заходить. Ну, наверное, надежда у них на то, что будет так же залетать во второй половине. Все надо начинать заново с пистолеточки. Ну и мы еще поборемся, пишет Эгра. Да, и в общем, пистолетный раунд сейчас будет важен для обоих коллективов. Один, чтобы полностью закрыть, а другой для камбэка. Сейчас Миксрафт будут цепляться за этот раунд, чтобы не дать камбэка Саленд Хоррором. Ну, а те будут пытаться забрать этот раунд и дальше выходить на 15-5, а потом выиграть еще бай-раунд и выходить уже на 11-7. А это приемлемо еще для камбэка. Но тем временем бегут у нас команды атаки на Аплэнд. Будут выходить 3-бай, 2-дор, без меда, без всего. Там всего лишь один игрок стоит. Уже пошла смока. Пипл стреляет, не попадает. Остается один фунтун. Его сейчас, скорее всего, заберут. Забирают. Зеро геймер. Какая ошибка сейчас от него. Однако все-таки минус был по новым трику. Супермен отформляет размен. 3 в 4 ситуация. Выбивание крайне тяжелое будет. Однако мы знаем, что здесь головушки могут полететь с юспов, что и демонстрирует нам гиб. 3 в 3. Два игрока на мэне просто будут контролировать бомбу. Открываться здесь не нужно для Пипла. Играет Супермен. Ну и что? Будет ли выбивание от Silent Horror? Здесь для них это, наверное, самый важный смог. Дефьюз. Второй игрок должен прикрывать. Ой-ой-ой, опасно. Нож! Нет, он не раздефьюзил. Забирают раунды себе микскрафты. Это очень важно для них сейчас раунд. Сейчас они будут спокойно играть в форс. А Silent Horror придется делать, скорее всего, эко, чтобы пытаться камбетчить. Если они сейчас зафорсят, то у них уже не останется шансов, скорее всего. Нет, они форсят. Ну что, болеем за Silent Horror, чтобы они нам показали красивый констрайк, чтобы сейчас застреляли эти деглы. Увидим, что они могут. Нож, был нож. Это 1500 долларов. Все-таки сейчас для микскрафта. Очень хорошая экономика у них будет. У Старой Сеньоры 2400. Несмотря на то, что он купил сейчас себе фарм, второй армор и кучу гранат. Старая Сеньора прорывается уже слишком далеко. И понимают ли сейчас Silent Horror, что их обошли просто через Кайвей? Да, понимают. Супермен снова делает всю свою работу. Но One Trick забирает мейн. Агрессивно играет против пипла. Zero Gamer отвечает по No One Trick. Zero Gamer подставляется здесь игропод него. Два в одного ситуации. Супермену снова придется делать всю черную работу за всех. Он должен понимать, что бомба не стоит. И слышать хайвей. Он вернулся, бомбу пропустил. Он забирает Zero Gamer. Остается в ситуации 1-1. У Пимпа 47 хп. Если он попадет по нему с дегла, он его убьет. Пимпа остался играть на бомбе. И Супермен, сможет ли он его прочитать? Нужнейший ран для Супермена. У Миньян Гармор. Миньян Гармор, но Супермен уже попал по нему разочек. Еще один выстрел, и это смерть. Все? Да. Работа сделана. Супермен взял для своей команды суперважный раунд. Сейчас они могут сделать камбэк от этого. Но у команды Атаки была поставлена бомба. И у них сейчас тоже будет экономика. Они могут закупиться также форсом. И попробовать взять приличных денег, чтобы купить 3 калаша. И уже от этого сыграть. Да. Но сейчас должны сайленты ответить хорошей закупкой. Но хорошей закупкой здесь не получится. Супермену подарили АВП. Это, наверное, максимум, на что могли рассчитывать сайлент-хорроры. Потому что с этим девайсом он еще более опасен. Ну и Микс Крафт. Смотри. Раскидка. Раскидка на мид. У нас будет линеечка смоков, под которую можно уйти. Вентили, как и видишь. Дефолтный раскидон. И договорились, ребятки, об этой раскидке. Пипл сделал открывающий фраг. Гип тем временем не дает пройти ребятам в апартаменты. Однако эти все-таки прорываются. Гип отходит назад. Попадает под зажим от Ванта Пеллета. И Бэплэнд вскрыт, как консервная банка. Супермен на позиции. Но он опять последний. Остался 1-2. Скорее всего, будет сейвить. Но он может попробовать. Он уже взял раунд для своей команды НИМС-2. У него есть АВП. Но нет, он будет оставаться сейвить. Нет, идет. Будет пытаться сейчас выбить плент и дальше от этого разыгрывать. Слышал, как передряжается. Сейчас прострелит. Какой точный ответный прострел. Прям максимум точности. Юра. Уничтожил прострелом. Пере стену. Ну и что? Денег у КТшников нет. Им, скорее всего, придется сейчас сделать ЭКО. Нет, они форсят. Будет сейчас. Последний, скорее всего, закупочный форс у них. Если они его проигрывают, то уже миксрафты будут побеждать эту игру. Но это опасно. Опасно, конечно. Надо было делать ЭКО. Отдавать 14-й. Ну и потом, чтобы пытаться сделать. Вторая сеньора. Граната от своего тиммейта прилетает прям под нос. Однако, Эгора делает первый минус. И на него тут же выходит вся команда. Микскрафт и Аплэнд снова чист. Гиппо пытается собрать. Гиппо, который бежал за девайсом. Ну и что-то здесь невразумительное показывает команда Silent Horror. Визард АК-47. Но он здесь ничего не показывает. Да, ни о чем. Форс. 14-5 и денег абсолютно нет у команды Silent Horror. Возможно, они уже смирились. Да, скорее всего, уже. Хотя нет, они опять форсятся. Они будут пытаться. Пытаться цепляться за любую возможность. Но опять же, такой себе средний бай. Две МПшки до пистолета. Террористов уже есть и АВП, и Муха. Но они, скорее всего, также сделают просто сплит АПЛНТА. И нет, они будут пытаться делать подсадку на миддл. И выходить забирать. Там играет один игрок, и Старо Синьоро забирает уже Визард. Тем временем, два игрока давят мейн. Один отошел обратно на Плант. И игрок под номером 6, это Егра. Он давит мейн. Его заметили, он отошел. Старо Синьоро забирает с миддл еще одного. Очень трудная, сложная ситуация для Silent Horror. Они не знают, что им делать. Они остаются в миссионстве. Но тем временем, Егра забирает одного игрока на хайве. Его сразу же разменивают. Ну, 4 в 2. Он знает, скорее всего, про последнего игрока, что он обходит с Аплунта. Суперман уже пишет ГГ. Ну все, Silent Horror не верит в свою победу. Они уже не знают, что им делать. Да, 15-й, по всей видимости, залетает Микс Крафтом. И это будет 10 матч-поинтов для них. Конечно, это сурово. Это сурово. 10 раундов подряд практически не берется. Ну да, будем смотреть. Возможно, последний раунд нет денег у Silent Horror вообще. Не знаю. Ну да, вот на Фомас хватает. Эгра. Да, сейчас просто, скорее всего, последний раунд, они отживут его и все. Хотя, если вдруг зацепятся, застреляют, вдруг что-то получится. Надеемся, что они соберутся и что-то еще попробуют сделать. Хотя в этом верится с трудом. Ну а Микс Крафт играет до сих пор осторожно. Он ходит вместе на разменах. Монта не попадает по нон-трику, но его сразу разменит Пимьянг. Ис-20 становится 4-2. Скорее всего, это ГГ. Остается один игрок под боплантом. Хотя он сейчас запушит, может увидеть бомбу. И один остается у нас под меддом. Да, довольно трудная игра. Супермен здесь тяжело. Он должен просто слышать своих оппонентов, что они возвращаются. Ой-ой-ой. Супермен пропустил здесь всю малину. Он, наверное, не понимает, что возвращались игроки за бомбы. И уходит обратно. Ну и пропускает. Пропускает игроков в Асай. Дает информацию Гипу. Гип погибает. Супермен последний. Но это пудгейм, по всей видимости, да? Да, остался один. У него есть Макадива заодно. Это лишь какие-то заоблачные мечты, чтобы взять этот раунд. Ким Янг уже выходит на мэн. Сейчас ударит путь своим тиммейтом. Супермен не попал по нему в деглу. И умирает. 16-5. Пикскрафт выходит вперед. Выходит. Выходит никуда. Они побеждают на сегодняшнем турнире КСПЛ Классиковни Кап. Да, это финал. И получают свои кубочки себе в профиле. Что ж, поздравляем, ребят, с этой небольшой победой. Ну, а мы с вами надолго не прощаемся, потому что мы вернемся к вам уже очень скоро на новых турнирах от КСПЛ. Также подписывайтесь на нашу группу, чтобы не пропустить стримы других турниров. Поэтому заходите к нам. У нас всегда есть интересный контент. И есть, в общем-то, за что подписаться на нас. Что ж, всем спасибо за просмотр, кто нас сегодня смотрел. Всем хорошего вечера и до скорых встреч.